И тут мне стало страшно, я подумала, что надо валить. Мы бы за вами приехали. Художница Айдан Салахова о своем возвращении, захваченной коронавирусом Италии, и изоляции в московском центре Царицыно. Я там находилась 1 февраля, поехала туда, в Карару, в город, где я работаю, делаю, создаю скульптуры. Ситуация в Караре была спокойна, там ни одного человека нет заболевшего, но постепенно эпидемия распространялась. Многие итальянцы ругали СМИ за то, что они распространяют панику. И сначала, ну, как и у всех, происходит неприятие ситуации, ну, типа, что это не так, все страшно, и можно не обращать на это внимания. Но, к сожалению, это не так. И уже когда ближе к этим датам, когда ко мне мой знакомый друг приехал из Пармы в воскресенье, а пока он ехал, вышел закон, что Парма и вообще без север Италии находятся уже в красной зоне, оттуда нельзя выезжать. И вышел закон, что если кто-то приехал в другие регионы из красной зоны, то, соответственно, мы должны сообщить о том, что человек приехал вам в гости из красной зоны. Я поняла, что дозвониться я никуда не могу в течение всего дня. Мне стало как-то страшно от того, что если что-то со мной случится, ну, просто, я не знаю, мы сломаем ногу, руку, там, или, не знаю, какая-то другая болезнь, то невозможно будет обратиться в emergency в госпитале. Пока я дозвонилась до 118, они меня консультировали о том, что, да, если человек приехал из Пармы, значит, вы сидите дома на карантине. А я спросила, а что будет в случае того, что если у кого-то температура или что-то случилось, или у вас коронавирус там. Они говорили о том, что, ну, да, вы болеете, но только если совсем вам будет плохо, а то тогда вы можете вызвать имя, которая тоже не особо ко всем приезжает. Тут я поняла, что надо... В это время, пока я уже дозвонилась, уже вечер, фонд делает приказ о том, что вся замка, вся Италия объявляется красной зоной. И тут мне стало страшно, я поняла, что надо валить. Слава богу, аэрофлот еще летал в эти города. То есть мне удалось выбраться последним рейсом из Болонии. Это было в ночь с 10 на 11 число. А при выходе, то есть при посадке перед зоной контроля вас проверяют температуру итальянца, и вы заполняете анкету. Дальше было секьюрити, спокойно прилетели, было человек 60-70, по-моему, в самолете. Половина была в масках, половина в без. И по прилете, когда мы приземлились в самолет, нашла женщина в белом одеянии космическом, и стала мерить у всех температуру. Занейшил стюард, который раздавал всем маскам. Потому что из самолета без масок нельзя было выходить. Значит, мы прошли паспортный контроль, и в той зоне, ну, как везде уже вы видели фотографии, вам замеряют температуру еще раз, фотографируют, это для этой программы, которая опознает лица. И вам дают уведомление о том, что вы обязаны сидеть на карантине две недели дома. Я с удовольствием приехала еще домой, начала писать живопись, очень наслаждаться, наконец, одиночеством, которое мне очень нравится. То есть мне несложно дома проходить самоизоляцию, а вчера я слушаю музыку, пишу картину, в это время, значит, звонок в дверь. А так как я СМС не смотрела, я потом обнаружила, что в 8 часов пришло СМС. Вы вернулись на рейсе с заболевшим коронавирусом. Просим находиться в самоизоляции и срочно позвонить по номеру. Плюс 7495-620-42-60. Я пропустила эту СМС. А в 8.15 мне позвонили в дверь, я открываю дверь, и стоят девушки, мужчины, доктор, в этих космических, опять же, на деяниях, и говорят, здравствуйте. Я докторировала, я говорю, да, мы к вам. Я говорю, о, я говорю, анализы брать? Он говорит, не только. Я говорю, а что такое? А вам приходило СМС, наверное. Я говорю, я не смотрела СМС. А мы, говорит, за вами приехали, потому что два человека с борта из Болони были больны коронавирусом. Это подтвердилось. Поэтому мы сейчас проверим, есть ли у вас симптомы. Если нет, то мы вас отправляем в реабилитационный центр Царицыно, а все, кто с симптомами, к иммунату. Ну, в общем, пришлось. Я говорю, сколько у меня есть время на сборы? Они говорят, ну, 20-30 минут. Я говорю, не задерживайте нас, потому что много этих, им надо много вызовов. Привезли меня сюда. Условия хорошие. Большая палата с балконом. На фейсбуке это публиковала. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Мне дали хорошую палату. Никого здесь нет. Она максимум на два человека. Тут у меня есть туалет. С двуршом. И самое главное, у меня есть балкон, где можно курить. Из палаты выходить нельзя. Вот у меня лес и балкон. Все чисто, хорошо. Все одежду забрали на обработку. Все предметы, которые я взяла с собой, обработали. Мне дали пока моя одежда на обработке. Какой-то мужской костюм обработанный. Я испытывала очень странное чувство. Во-первых, у меня там с медициной, меня также везли в свое время. Когда у меня было 19 лет, когда я болела, у меня ингид, у меня было, что попасть в скорую помощь. Это страшно. А так, например, какой-то фильм, и до конца ты не понимаешь вот эту новую реальность, с которой мы оказались. И я так приехала. Я на самом деле очень мало работала за эти два дня, потому что всем со всеми болкаю по телефону и пытаюсь разъяснить серьезность происходящего, которое у нас, к сожалению, и мои друзья, и какие-то близкие не понимают. И то, что не понимали итальянцы, потому что, когда всем говорили, что старайтесь сидеть дома, не ходить никуда, а все равно все собирались на аперитив, а пенсионеры, вы знаете, люди активные, по домам никто не сидит, утром в кафе, вечером аперитив, рестораны, и, соответственно, конечно, сборы с семьей, это, конечно, общение итальянское, активность эмоциональная, она, конечно, распространила вирус еще больше. Что сейчас можно сделать? Я так думаю, что у нас в Москве, в Ажировойде, а не по всем вообще странам, которые еще как бы запаздывают по статистике, такая же ситуация, как в Италии, будет не в смысле эпидемиологическое, может, у нас будет меньше случаев, но те меры, которые государство будет применять, чтобы купировать распространение вируса, они будут сильно ограничительны, и посмотрите, что было в Китае и в Италии, какие меры сейчас предпринимутся, то же самое, здесь будет через 2-3 недели, поэтому если кто-то планирует какие-то тусовки, еще что-то, я думаю, что это будет отменяться, я призываю, чтобы и на благо себе, и на благо окружающих, надо побольше сейчас сидеть всем дома, а службы очень хорошие, все приветливые, вежливые, здесь доктора хорошие, ну как бы все нормально, то есть нету никакого сопротивления, все очень вежливо, внимательно, ну как бы ты сейчас чувствуешь защищенной здесь больше, чем в Италии, я не боюсь коронавируса, я просто призываю, я боюсь за старшее поколение, то, что я видела, что происходило в Италии, я просто прошу всех своих друзей, своим родителям отнестись бережно, ликвидировать все их контакты сейчас как можно больше, от внуков, от самих себя, обеспечивать их продуктами, чтобы они не ходили в супермаркеты, и гуляли больше стопы на свежем воздухе и не делали никаких контактов, это самое важное, у нас еще этого не поняли.